всем привет с вами кекс и сегодня я делаю египетский тортик это очень интересный тортик похож на вкус как крем-брюле такое с орехами очень вкусно очень интересно хрустящий то же время нежный мягкий и воздушный обязательно вы должны это попробовать а я вам сейчас расскажу как это делала я я буду использовать грецкие орехи можно взять также фундук или в принципе любые орехи которые вам нравятся но мне кажется что здесь лучше всего будут именно грецкие их я перебила в блендере можно на кофемолке просто до состояния крошки не обязательно очень мелкой отделяем белки от желтков белки мы сейчас будем взбивать желтки мы все оставляем мы будем на них варить заварной крем белки добавляю щепотку соли и начинаю взбивать здесь по три белка у нас будет три коржа то есть мы будем три раза взбивать по три белка можно если у вас позволяет размеры духовки печь сразу два коржа но я просто буду печь по одному делаются они очень быстро вот поэтому это не создало для меня никаких трудностей испечь три разных коржа ставлю на самую большую мощность увидела что у меня появилась такая пена и начинаю водить сахара сахара здесь не сильно много используется в коржах потому что у нас будет довольно сладкий крем и там еще будет составе карамель которая тоже даст сладость поэтому сильно не переборщите с сахаром я сразу свои все орехи перебила здесь у меня было 300 грамм я все орешки перебила теперь просто отрешу по 50 грамм орешков которые мне нужны на коржи вот мои 50 грамм орешков и теперь к орешкам я буду добавлять муку написано от пол столовой ложки до ложки я обычно наложу либо ложку под нож то есть без горки либо пол ложки с горкой то есть то же самое и перемешиваю с орешками так наши орешки станут более рассыпчатыми хорошо распределяться и собственно так и мука лучше ведется у меня взбились белки они не станут такой как глазурью блестящие они будут как воздушное облако потому что здесь не так много сахара они просто будут легкими и воздушными такими нежными я бы сказала вы видите они просто как облачко нежное и теперь сюда высыпаю орехи с мукой это получится такие себе белковые коржи но это не безе никакое не ореховое безе эти коржи у нас останутся мягкими можно теперь выпекать его по-разному я перемешала перемешивается очень быстро распределяется очень хорошо я буду выпекать на коврике буду размер здесь кстати буду печь на 22 сантиметра в диаметре можно также на 24 но коржи будут чуть чуть тоньше тогда но я буду печь на 22 сантиметра в диаметре я выложила в кольце всю свою такую воздушную легкую пенку и потом отлично поднимая кольцо вверх отлично снимается также можно воспользоваться и обычно разъемной формой кругом не обязательно печь именно в нем просто поднимаете вот так вот и у вас остается она никуда не побежит и не растечивается все будет все нормально ставим это все добро в духовку духовка разогрета до 170 градусов вставим на 20-25 минут чтобы у нас коржи подзолотились обязательно должны подзолотиться наши коржи они должны стать красиво такого румяного цвета сейчас покажу как смотрите этот не сильно видно просто возле окна фотографировала сейчас покажу на другом он будет более на вид поджаристый вот такое вот состояние самое самое оно для этих коржей все коржи у нас готовы теперь займемся кремом я вам буду делать по порядку и показывать как это делала я во время того как я начала пить параллельно все коржи сварю заварную основу для моего крема вы уже не раз наверное видели как я варю заварную основу поэтому сильно много рассказывать не буду я беру практически все молоко 50 грамм оставляю добавляю в него сахар и ванильный сахар ставлю на огонь разогреваться а 50 грамм молока который я отставила смешиваю желтками и сюда же буду добавлять крахмал вот и потом буду сюда вводить кипящее молоко крахмал я буду использовать кукурузный мне кажется он самое оно для десертов он не дает никакого привкуса а в отличие от картофель но хотя если хороший картофель это тоже не будет давать ничего можно сделать также на муке но я на муке этот крем не очень люблю если будете использовать на муке то вам нужно будет около пяти столовых ложек муки это где-то 45 грамм вам нужно будет можете попробовать так молоко у меня уже закипело и сейчас я буду вводить горящим горячее молоко в желтки постоянно помешиваю для того чтобы желтки не сворачивались а теперь эту желтковую смесь возвращаю кастрюльку и ставлю на небольшой огонь постоянно помешиваю варю до закипания вначале это вот такая вот жиденькая масса она уже пахнет мороженым мне но она довольно быстро за счет того что первое молоко у нас было горячее она довольно быстро начинает вот так вот загустевать вам нужно довести до появления первых пузырьков воздуха то бишь закипания снизу снимая с огня еще немножечко перемешиваем вот такая вот очень гладкая без комочков масса должна обязательно у вас получиться и и теперь мне нужно ее закрыть пленкой встык обязательно встык для того чтобы у нас никакой конденсат не появлялся не заветривалась ничего накрываю встык пристукиваю крему теперь оставляю крем остыть при комнатной температуре можно в холодильнике но потом нам нужно будет оставить его точнее вернуть обратно в комнатную температуру потому что мы будем взбивать с маслом теперь я сварю карамельную крошку которая у меня будет входить сливочный крем это будет хрустящий такой хрустящая прослойка можно сделать обычную сженку то есть можно насыпать просто сахар но для перестраховки я добавила пару ложек воды туда довожу эту смесь до кипения и потом когда испарится вся вода начнет сахар коричневеть и мне нужно добиться янтарного красивого цвета сильно светлый не не подходит потому что не даст никакого вкуса сильно темный не подходит потому что будет горелым отдавать там буквально доля секунд поэтому не успела снять потому что это очень быстро потом происходит вначале варится долго только начинает коричневеть происходит очень быстро я вылила это все на силиконовый коврик мне так удобнее всего с него очень хорошо снимается кто-то выливает просто на обратную сторону противня особенно если он такой что позволяет потом снять мне удобнее всего именно на силиконовый коврик свою карамель я оставляю до загустения точнее до полного застывания и тем временем начну взбивать сливки сливки я добавлю вначале сахар но можно его добавить даже меньше для того чтобы не было столь приторно перемешала 3 столовые ложки сахара здесь я добавила дополнительно к тому к тем 200 грамм сахара и поставила сливки в холодильник для того чтобы сахар немножко разошелся а пока сахар расходится я взобью уже остывшую массу заварную с маслом обязательно масло должно постоять у вас при комнатной температуре и крем у вас тоже должен быть комнатной температуры то бишь температура масла и крема должна быть абсолютно одинаковая начинаем взбивать масло и по ложке добавляем заварную часть если вы высыпите туда всю заварную часть у вас начнет сворачиваться точнее расслаиваться крем. Нам этого не нужно, он должен быть легкий, воздушный и красивый, поэтому вводим по одной столовой ложке. Вы видите, масса получается такая нежная, легкая, взбиваются очень красиво. Мне этот тортик очень понравился на самом деле, он очень интересный, за счет того, что там идет сочетание двух кремов и один из них карамельный, он получается реально очень-очень интересным. Я такой тортик еще ни у кого не пробовала и я уверена, что у вас будут просить обязательно рецепты этого тортика. Вот у нас какой получился крем, теперь карамель свою нужно измельчить в блендере. Смотрите, чтобы не остались огромные куски, потому что они потом не растаивают в креме, они создают такую хрустящую прослойку. Вам не нужно сделать это в пыль, но в то же время не должно быть больших огромных кусков, потому что они потом будут попадаться у вас в креме и их тогда невозможно раскусить. Взбиваю сливки с сахаром, которые у меня были, взбиваю до плотности. Сливки у меня здесь 40 процентов жирности, можно использовать 33 процентные сливки, но не менее, иначе они не взобьются нормально. Вот такие вот плотные сливки у меня получились и и теперь сюда я ввожу карамельную крошку и ввожу орехи, которые у меня остались 150 грамм после моих коржей. Я вам говорила, у меня было всего 300 грамм, 150 у меня ушло на коржи и вот 150 у осталось для крема. И все это вместе перемешиваю. Не сильно энергично, потому что сливки могут немножечко сесть, хотя они обычно очень хорошо себя ведут после вмешивания данных продуктов. Все, теперь можно очень быстро будет собрать наш тортик. Он собирается буквально в течение 3-5 минут, это очень быстро, мне этим тортик нравится. Тут единственное с чем это то, что нужно делать два крема, но оно того стоит. Такой тортик я уверена вы еще не делали. Коржи получились мягкие после остывания, они не должны быть твердые, это не безе. Выкладываю сюда треть заварного с маслом крема, разравниваю его. Этого крема вполне было бы достаточно и на 24 сантиметра форму. Но у меня 22 сантиметра форма была раскрыта, и поэтому у меня вот такой вот небольшой тортик. Но нам всем хватило, мы даже не дождались пока он отстоится. И беру чуть меньше чем четверть крема, ну или где-то четверть крема, который у меня с хрустящей карамелькой. И аккуратненько его разравниваю по заварному крему. Он абсолютно прекрасно разравнивается, ничего не тянется, он прекрасно себя чувствует. И также накрываем вторым коржом. И так повторяем несколько раз, аж до верхнего. Верхний я буду перекрывать и по бокам немножко оставшимся заварным кремом и сверху. И точно так же потом сверху еще раз перекрывать своим с карамельной крошкой кремом. Также можно потом его сверху посыпать орешками, если вам хочется. Либо можно слайсами миндаля, тоже будет очень красиво. Я думаю, вы придумаете, если вам нужно будет именно на украшение. Это тортик. Я думаю, вы придумаете, как это можно. У нас это был тортик чайпитию, поэтому нам нужно было просто его очень быстро скушать. Вот я уже разбросала остатки своего крема карамельного. И теперь немножко им прохожусь по бокам. И точно так же по верху тортика. Он прекрасно дает равняться. Несмотря на то, что там карамельные кусочки, вы их чувствуете ножиком, что они там есть. И отлично выравниваете. Этому тортику лучше всего постоять часика три в холодильнике, для того, чтобы крема у вас стабилизировались. И для того, чтобы он у вас не разъезжался в разные стороны. Немножечко, может, пропитался. Но на самом деле мы не выдержали, и мы его начали резать уже через час. Я вам сейчас покажу, какой он уже у нас был через час. Я буквально сверху положила несколько грецких орешков. Мы не украшали, потому что сразу его кушали. Тортик безумно вкусно пахнет. Он просто пахнет крем-брюле. Вот не знаю, как по-другому сказать. Он просто пахнет крем-брюле. Резали мы вечером, поэтому освещение немножко страдает. Но я думаю, все же вам будет хорошо видно разрез. Тортик очень нежный, режется прекрасно. Некоторая карамелька разошлась, которая была в пудре, и дала такой цвет красивый крему. И поэтому получилось две явные расцветки крема, где видно, где один крем, где другой. И красивые ореховые коржи. Пахнет безумно вкусно. На вкус очень вкусно. Я уверена, что всем понравится. Обязательно попробуйте этот рецепт. Это был египетский тортик. Если вдруг что непонятно, обязательно спрашивайте в комментариях. Ставьте пальчики вверх. Буду очень рада вашей подписке, если вдруг кто еще не подписался. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok